Часто делаю программы, опираясь на откровения Иоанна Плагосмала, допустим. 7 печатей, 7 труб, 7 чашек. Ну и в соответствии с этими откровениями, то что написано, мы как раз-таки находимся сейчас. Но то, что написано, это предстоит всем, как бы нам испытать. И вообще у меня такой вопрос, как вы считаете, надо ли об этом говорить? Потому что то, что там написано, это нам придется очень и очень серьезное испытание. И со всех сторон слышим. Там уйдут 2 миллиона, 3 миллиона, 4 миллиона, кто больше, короче говоря. А то-то вообще, 1 золотой миллиард, это давно было такое предсказание, в кавычках. Вот как вы считаете, надо ли говорить о таких вещах? Во-первых, апокалипсис – это информация, которая описывает события, которые не 100% обязательно произойдут. Это вероятностные события, это вероятностная информация. Все, что нам приносят пророки, все, что нам приносят даже ченнелинги тех, кому доверяем, это всегда вероятностная ситуация, вероятностное описание. Оно может быть, как вероятностное для разных людей и для разных времен нашей планеты. Это моя такая позиция, не только моя. Каждый из нас имеет свою судьбу, свою лучевую структуру и свои задачи на это воплощение. И мы каждый вписываемся вот в эти вероятностные события. Вполне может так случиться, что кто-то будет переживать то, что было в апокалипсисе, а кто-то нет. Кто-то увидит всадника на белом коне, а кто-то увидит жену, сидящую на Луне или на Солнце. Это все не для всех. Мы живем в очень специфической системе, где время скорее личное, чем общее. То есть мы рождаемся с каким-то набором своего личного времени. Вот пока мы живем на Земле, это время наше, на нас работает. Поэтому ни в каких предсказаниях никогда время не описывается, не говорится, когда конкретно что-то произойдет. Но по событиям мы можем сказать, что мы живем в критическое время. То, что мы сейчас видим вокруг себя на нашей планете, это, конечно, просто драма. И такие вещи вполне можно описывать как предсказанные в апокалипсисе. Но обратите же внимание, что кто-то живет в своей деревеньке и по телевизору видит, что там происходят какие-то гей-парады. Но в его деревеньке ничего этого не происходит. Это что получается? Мимо него проходит апокалипсис? Он его не затрагивает? Этот человек в деревеньке, он козу пошел, подоил и в старости умер. И ничего его не затронуло. Ни войны, там где-то в Иране, в Ираке или на Украине. Ничего это его не затрагивает. Он живет себе в своем мире. Но это не значит, что вот эта жатва, о которой мы говорим, или уборка урожая планетарная, что она его не затронула. У него на зоне души и сердца происходят свои битвы, свои выборы. И если он для себя сделал этот выбор раз и навсегда, он перейдет в результате жатвы в свое соответствие в новое место. Спасибо.